В этом году исполняется 50 лет с начала строительства Байкала-Амурской магистрали. Большой вклад внес общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он возглавлял комиссию по возведению БАМа, а на самой стройке были задействованы тысячи азербайджанцев. Хаял Усибзаде подробнее. 1984 год. Бакинский вокзал переполнен. Люди ликуют. Молодежь с цветами и объятиями отправляют в Сибирь строить Байкало-Амурскую магистраль. Гейдар Алиев, который в то время курировал строительство БАМа, тоже поехал в Сибирь. Первый заместитель председателя Совета министров СССР решил увидеть все своими глазами и послушать рабочих. Поехал по БАМу 10 дней. В Москве я сел поезд. Ну, конечно, у нас специальный поезд был, чтобы останавливать где можно и так далее. А останавливался он на каждой станции. Гейдар Алиев первым из советских руководителей проехал по всему БАМу и старался решать проблемы на месте. Были критические точки. Северомуйский туннель, например, которые не могли сделать в те сроки, которые были. Были аварии, с гибелью даже людей были. Но все-таки это было сделано. Именно его воля, воля этого человека, стремление реализовать поставленные задачи, помогли это сделать. На одном из участков тоннель длиной 15 километров никак не покорялся строителям. Оказалось, проектировщики ошиблись в оценке тектонических и грунтовых особенностей. Гейдар Алиев сам спустился в тоннель, хотя это было опасно, и проверил ход работ. Тяжело было, конечно. Потому что шли мы на эти вот глубина воды вот так было. Вот по Валерии мы шли. Я прошел. И за мной все прошли. Посмотрел. И увидел, что действительно условия тяжелые. Ну, вышли. Я там провел большое совещание. Какие нужно было указания дал, сроки и так далее, и так далее. Гейдар Алиев интересовался не только строительством, но и бытом бамовцев. Как они живут, как проводят досуг, как для них организованы вопросы охраны здоровья. Он не просто так, да, взял, быстренько сел в машину и поехал. Нет. Он специально идет к этим людям, да, он их выслушивал, все это дело, да, там были тут же рядом и помощники, и все. Сразу же давал эти прощения. Так, запиши, там, туда-сюда. Или, как у нас сейчас говорят, да, умеете слушать и слышать. Вот, он умел. В октябре 84-го на разъезде Балбухта уложили последнее золотое звено железнодорожного пути, сомкнувшее бам. Забить в него символический костыль строители доверили Гейдару Алиеву. На магистрале длиной 3145 километров каждая советская республика построила свой город. Поселок Улькан связан с именем азербайджанских бамовцев. Этот поселок возвел отряд комсомолец Азербайджана. Жилые дома, административные объекты, а позже и вокзал станции Улькан. Перед его зданием установили скульптуру героя народного эпоса, силача Фархада, в благодарность первопроходцам из Азербайджана.